В переходный период крымские журналисты не останутся без работы. Все средства массовой информации будут сохранены. Этот и другие вопросы обсудили в правительстве Крыма. В течение 10 месяцев крымские средства массовой информации должны быть перерегистрированы в качестве российских юридических лиц. В правительстве республики обещают, в этот период ни одно СМИ не прекратит свои работы. У нас для этого есть все основания, в том числе правовые. И наша задача в течение 10 месяцев обеспечить мягкий, плавный, рабочий переход на систему работы в рамках российского законодательства, что мы и будем с вами осуществлять. К тому же сейчас рассматривается возможность расширения зон вещания крымских теле- и радиоканалов и на территорию материка. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем доносить правдивую информацию, в том числе для жителей востока Украины. И над этим тоже надо работать. А уже в самом близком будущем на полуострове будет осуществляться постоянный мониторинг деятельности средств массовой информации. В Крыму планируется открыть управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Мы намерены следующим образом работать на территории Республики Крым сейчас, на первом этапе, в 2014 году, создать управление из 11 сотрудников. Как я уже говорил, в командировках у нас постоянно здесь будут присутствовать представители центрального аппарата и окружных управлений из других территорий РФ для того, чтобы обучить и чиновников, и для того, чтобы разъяснять максимально для операторов связи, представителей средств массовой информации и законодательства РФ. В 2015 году штат управления будет расширен до 48 сотрудников. Приоритет приёме на работу будет отдаваться крымчанам. Юлия Ходокова, Елена Бережна, Алексей Романов. Время новостей.